DC-мотор. Это, возможно, самый простой двигатель на Земле. Нам для этого необходимы магниты, батареи, изолированный медный проволок, английские булавки и другие необходимые вещи. Возьмем полтора метровую медную проволоку и обмотаем около батареи. Сделаем 10-12 оборотов. Теперь вытаскиваем катушку. Свяжем узел с одного конца. Свяжем другой узел, другой конец. Эти концы нам обеспечивают хорошо уравновешенную катушку. С помощью ножа отрежем лишние концы, чтобы осталось только 3 см. Теперь катушка почти готова, но не совсем. С помощью ножа очистим от изоляции. Одну сторону. Очистим другой конец полностью. На этом в конце будет вся медь. Изолированные части будут действовать как щетка или коммутатор. Катушка готова теперь. Возьмем батарею и протянем их с помощью резины. Один поперек, один доль батареи. Помещаем туда магнит. Теперь устанавливаем две длинные английские булавки. Таким образом они касаются плюс-минус терминала батареи. Двигатель готов. Фотография Хоффсон показывает детали щиток. Теперь помещаем катушку в два отверстия английских булавок. Теперь даем стартовый толчок и он начинает вращаться. Удивительно в виде скромоторного вращения. При обеспечении другого магнита на вершине, если спиральная пружина крутится быстрее, то это означает, что мы имеем противоположный полюс. Если с другой стороны поставим, магнит начинает замедляться. Это будет означать, что мы имеем подобный полюс. Возьмем катушку и сформировываем в виде яйца. Катушка начинает хорошо вращаться. Теперь сформируем в виде гири. И тоже поставляем в английский булавки. Эта катушка будет также хорошо вращаться. Вы можете сделать различные формы, размеры катушек. Вы можете сделать много экспериментов с этим двигателем. Это, наверное, возможно, самый простой двигатель на Земле.